Стартовая площадка 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 Надо показать ее музыку, и, конечно, все это должно быть, что называется, соразмерно Поэтому сегодня стартовая площадка закончится раньше, но в любом случае, я уверен, что она будет для вас интересна Итак, это певица, которую я представлю сейчас кратко, и она, естественно, затем появится в нашем эфире Я, конечно же, пригласил Настюшу не случайно в нашу студию в Санкт-Петербурге, потому что она будет работать с нами совсем скоро, 29 февраля На сцене Питерского концертного клуба А2 будет работать в 15-м выпуске нашего большого сериала под названием «Новое и лучшее» И на этой съемке, подчеркиваю, 29 февраля, она запишет на видео произведение, которое носит название «Крик души», выбранную ей, как она считает сейчас, самую главную свою песню Она окончила Воронежское областное учреждение культуры, вот так это называется И еще учится в нашем Санкт-Петербургском институте, который, я думаю, она все-таки закончит, хотя она так скромно сказала мне, что у нее не окончены Но я не буду называть это учебное заведение, я думаю, что она все-таки завершит обучение в нем Она творческий и неравнодушный человек, исполнить песню, как пересказать книгу, вот таков ее взгляд Для нее это очень серьезный и ответственный процесс, донести до слушателя каждую строчку своей души и своих переживаний Она поет и в радости, и в грусти Музыка для Настюши – самое хорошее лекарство от любых неприятностей Самая большая награда – это аплодисменты зрителей, для которых она работает Также важно вам знать, дорогие друзья, что она стала лауреатом первой степени Международного фестиваля «Музыкальный спринт» в городе Сочи, точнее, в Дагомысе Она также обладатель гран-при фестиваля компании наших друзей, компании Владимира Стольного, который уносит название «Радио столицы» в Москве И что немаловажно, что совсем недавно, 5 января 2016 года, Настя получила именно гран-при на этом фестивале «Радио столицы» Вот такая краткая информация перед тем, как я передаю Насте слово Насте, я выражаю вам, во-первых, благодарность за то, что вы, что называется, в реальном времени, не по скайпу, не в записи приехали к нам сюда Мне очень приятно, что мы с вами работаем сегодня вместе Также, конечно, мне очень приятно, что, поскольку я вам перед входом в студию сказал, как я вас нашел А нашел я вас путем, так сказать, изучения музыкальных материалов И поскольку мы дружим с Володей Стольным, и он приезжает сюда для съемки, записи, то есть мы с ним работаем довольно много лет Также мне приятно, что вы знакомы и с моим старинным другом Володей Черниковым В общем, так как оказалось, что вы пришли фактически как бы от моих хороших знакомых по музыке И на самом деле для меня было очень важно, что вы согласились принять участие в нашем плановом мероприятии Это уже 15-й фильм серии Шестон Клуб Видео Мы снимаем эту серию уже полных 5 лет, с 2011 года И, конечно, для меня очень важно, что вы, посмотрев и получив наше приглашение, поняли, что вам это надо Мне очень понравился ваш голос, мне очень понравился материал Я был рад тому, что вы соответствуете нашим критериям, то есть вы сама автор И, конечно же, я не мог вас не пригласить, но я вот не знал, согласитесь вы или нет А вы согласились Поэтому с благодарностью вам от нашей продюсской компании я и начинаю сегодняшний эфир программы «Стартовая площадка» Здравствуйте всем, спасибо большое, мне очень приятно И, конечно же, для меня это тоже честь находиться сегодня здесь Я благодарна вам, что вы обратили на меня внимание На самом деле, поучаствовать в вашем сериале, это действительно и, подчеркиваю, очень профессиональная у вас съемка Это для меня тоже, опять же, честь И хочу сказать спасибо за ваши слова Ну, это честные слова, на самом деле, потому что я же слушал вас, слушал сначала И я понял, что действительно вы тот человек, который хочет сказать что-то свое, очень светлые людям Потому что, на самом деле, материал такой трогательный Я единственное, что еще раз говорю Очень рад тому, что вот так посредством мощнейшей сети интернет состоялось наше знакомство Потому что такое бывает далеко не всегда Бывает, что люди закрываются, как, знаете, в свою раковину прячутся Мало ли, что выступили где-то, а вдруг кто-то обратился, нет И человек прячется, и поэтому не получается какого-то общения, сотрудничества А здесь все получилось вот так по совести Я посмотрел, мне понравилось, я попросил мою супругу Эльвиру написать вам И я рад тому, что вот все это так очень быстро состоялось И сегодня мы в нашем эфире, и вы получили от меня перед входом в студию Массу нашей продукции, чтобы, что называется, тактильно могли в руках это подержать Послушать, посмотреть, сидеть, DVD Чтобы вы понимали действительно, что вы в том самом месте В той самой студии, которая когда-то впервые в России Уже более 30 лет назад, собственно, произнесла слово шансон по-русски Именно этот тренд музыкальный, собственно, открывала моя компания В далеком уже 1885 году Так же, как в 93-м году впервые эта музыка появилась в FM-диапазоне в России И дальше все больше и больше и больше И до всех современных новаций Ну, в общем-то, на YouTube мы тоже уже не вчера образовали канал Мы все-таки шестой год уже здесь И все это по-настоящему в развитии И мне очень радостно, что мы можем это делать вместе с вами Спасибо Поэтому я предлагаю, чтобы вы Это наше правило, кстати, в программе Всегда наш гость работает диджеем Вы принесли только три трека, о которых я сказал только что Командуйте моему сыну Аркадию Какой же из них будет первым и что-то об этой песне Скажите перед тем, как она зазвучит в нашем эфире Первой песней я хочу, чтобы вы со мной разделили Это песня, которая называется «Я люблю тебя, мама» Была она написана мной пять лет назад Когда у мамы был юбилей И я ее написала просто от души В подарок маме Все, что сказано в этой песне, это истинная правда По, можно сказать, листам книги жизни Но потом, буквально через два или три года Один из аранжировщиков, Сергей Сахаров Прислал мне очень красивую аранжировку на эту песню Абсолютно бесплатно Просто сказал, что прочувствовал И хочет подарить ее мне Я прослушала, мне очень тронула Мне очень понравилось И я начала петь под этот минус Под эту аранжировку И вот буквально 5 января Она прошла как тоже гран-при Мне это очень приятно Я хочу, чтобы вы ее послушали Я приеду домой На родную чужбину Не сказав никому Чтобы рада была За окошком твоим Поспевает малина А в дверях ты стоишь Будто вечно ждала Ты меня не вини Моя мама родная Что приехать к тебе Раньше я не смогла А скорее обними Слезы мне вытирая Если б знала ты, мама Как соскучилась я Если б знала ты, мама Сколько в жизни случилось Как хочу я тебе Рассказать обо всем Я люблю тебя, мама Ты так часто мне снилась И твоя колыбельная Как всегда перед сном Ты меня не вини Моя мама родная Что приехать к тебе Раньше я не смогла А скорее обними Слезы мне вытирая Если б знала ты, мама Как соскучилась я У тебя на лице У меня от того Борли будто быком А на стенке в сербанте Твои юные снимки Где ты просто принцесса В белом платье с отцом Ты меня не вини Ты моя мама родная Что приехать к тебе Раньше я не смогла А скорее обними Слезы мне вытирая Если б знала ты, мама Если б знала ты, мама Как соскучилась я Ты меня не вини Ты меня не вини Моя мама родная Что приехать к тебе Раньше я не вини Раньше я не смогла А скорее обними Слезы мне вытирая Если б знала ты, мама Как соскучилась я В эфире стартовая площадка Студия ночной такси Представляет Первый концерт Ирины Мировой В Санкт-Петербурге Только любимые И самые новые песни для вас Санкт-Петербург Музыкальный клуб А2 Проспект Медиков Дом 3 27 февраля Начало в 19 часов Вход свободный Заказ столиков Плюс 7 812 333 03 79 Только на концерте Впервые DVD Ирины Мировой Для зрителей Старше 12 лет Сколько счастья Да что ж за жизнь Такая Это программа Стартовая площадка Сегодня в гостях у нас Впервые певица Настюша Именно так ее зовут Я очень рад, что Анастасия У нас Я еще раз говорю Что мы очень Хотели показать Больше ее песен Но по объективным причинам Мы покажем еще только две Одна уже в нашем эфире Отзвучала Поэтому сегодняшняя Стартовая площадка Несколько короче Чем обычно Но я уверен Что мы обязательно Еще встретимся с Настей В этой студии Я предложу все усилия Чтобы так оно и было К тому же Приглашение наше Совершенно не случайно Скоро Уже в марте Вы увидите Как Настя работает на сцене Поскольку 29 февраля Совсем-совсем скоро Она впервые примет участие В наших съемках Она будет работать с нами На сцене А2 Где мы уже второй год Снимаем для вас Много музыкального видео Работать будет В пятнадцатом выпуске Нашей большой серии Новая и лучшая В пятнадцатом фильме Прозвучит ее песня Под названием Крик души Ну и соответственно Через месяц после Записи видео Так по нашим правилам Всегда это и происходит Поскольку месяц уходит на монтаж Картины Все это будет для вас В неограниченном доступе Доступно на нашем телеканале На YouTube Настя скажите мне А вот как начиналось Ваше профессиональное Песенное творчество Ну в нашей программе Я еще раз говорю Мы никогда в жизни А программам Которые мы делаем В эфире уже много лет Ну вот эта программа Конечно новая Она открывалась Под моего чудесного Отпрыска Который 17 лет Здесь за пультом Сейчас ему уже больше 18 Вот И он как раз Даже день рождения Отпраздновал Кстати За пультом Так попало случайно На эфирный день На пятницу свое 18-летие В сентябре прошлого 2015 года Эта программа Конечно Как вы понимаете Совсем новая Ей чуть более года А вообще Программа начнет акси С которой начиналось Все наше радио В этом феврале В ночь с 18 на 19 февраля Отмечает ровно 22 года эфира Вот И эту программу Тоже со мной ведет сынок Ну естественно В качестве звукорежиссера Видеооператора Поскольку все это тоже Можно в современных условиях И слушать в онлайне На нашем радио Можно смотреть на YouTube И это наше правило Старое и доброе Которое никогда Абсолютно не изменится Мы во-первых Никогда не спрашиваем Ничего о личных Каких-либо Состояниях Или делах Нашего гостя Нашей гости Наших музыкантов Потому что я считаю Что желтой прессы В общем и без меня Достаточно И начнет акси К этому Как продюсерская компания И программа Никогда в жизни Не относилась Мы на личные вопросы Не говорим И никогда о них Не спрашиваем Говорим о музыке О том Когда вы занялись Этим профессионально Когда стали писать стихи Когда стало появляться то Что сейчас уже Наш слушатель Наш зритель Может видеть и слышать В качестве Тех хороших песен Которые вы умеете делать Поэтому Естественно Что мой вопрос Он касается Начала вашей Творческой профессиональной деятельности Ну начало творческой Профессиональной Именно это конечно же Колледж Воронежское областное Учреждение культуры В которое я поступила Изначально Хотела танцевать Если честно Заниматься хореографией Уехала из дома Сняла квартиру Была уверена Что все Буду танцевать Но к сожалению После девяти классов Не брали на хореографию В хореографическое отделение Только на вокал Ну Домой уже не хотелось Квартира уже была снята Друзья уже появились Ну Думаю Пойду на вокал Тоже Слух есть Почему бы нет И Вот так Четыре года Я Руководитель Дирижер Дирижерского Академического отделения Дирижер по профессии Закончила И Меня Приехала К папе Воронеж И работала Там В небольшом городе Острогорске Очень Тоже Долгий период Времени Около шести лет Я работала Организатором Нет Не организатором Я работала Руководителем По вопросам Детей и молодежи Писала То есть При администрации Что-ли Да Да Вот Интересно Да И Значит Там Начала Именно Выходить На сцену Решили Своим Примером Молодежи Показать Что вы тоже Молодежи И совсем Можете Сделать Хорошо Да Как интересно Начала Писать сценарии Заниматься Организацией Различных Праздников Потом Все-таки Сердце мое Не выдержало Решила поступить На вышку И здесь В своем родном Любимом городе Санкт-Петербург Я поступила В Санкт-Петербургский Университет Культуры Культуры Да Здесь у нас На Марсовом поле Да Имени Крупской Это известное Такое Очень Учреждение Которое Как раз Дает много Специальностей Связанных С культурой Там и библиотечная Очень большая Там собственно Говоря И Именно Как раз Организация Мероприятий Культурных И массовых Это Очень такое Известное На самом деле Заведение А почему Так В этой справочке Вы сообщили Что вы Его Как бы Не закончили А то есть Это понимаю Что вы Я правильно Сказал Что вы Еще В процессе В процессе Но это же По профилю Того Что вы Освоили Воронеж То есть Вот у меня Есть хорошее настроение У меня Льются Красивые Добрые Строчки Если я Грущу То Лирика Писала Всегда Ну Никогда Не считала Это Выносить В обширный Круг Или То есть Больше Для себя Для друзей Другим Писала Исполнителям А и другим Отдавали Даже Как-то Я Не Себя Не Кричала Себе Можно так Сказать То есть Вы Проверяли Творческую Щедрость Записывали Вещи Которые Вам Нравились Но Не Хотели Записывать Их Сама Отдавали Кому То Можно Так Сказать Да Потом Меня Пригласили Работать В коллективе Уже в Петербурге Как Исполнителями На ансамбле И там Можно Было Выступить Серьезно Серьезное Завоевание И там Можно Было Выступить Сольно Но Мы Этого Не Знали Поэтому Не Были Особо Подготовлены Но Тем Не Менее У меня Получилось Как солистки Взять Там Второе Место Серьезно И Так Сразу Да Вы Просто Штурмуете Настю Вершиной Именно Потому Что Наверное Именно Потому Что Текст Очень Трогательный И Тематика Была Православная То есть Любовь К патриотизму К отчизне К земле Нашей Русской Именно Стой композиции Которые Вы победили Именно Да Вот Сейчас Я хочу Чтобы Вы Тоже Послушали Потому Что Как Я Начала Ее Писать Это Тоже Была Такая История Писала Доклад Великой Отечественной Войне И Набирала Просто В соцсетях Тему Дети Войны И Просматривая Фото Я Понимала Что 70% Просто Этих Фотографий Все-таки У нас Связаны С Состоянием Именно Сейчас Происшествий Которые Вот Происходят То есть Фотографии Именно Дети Войны Это У нас Сейчас Украина Очень Тяжело Это было Пережить И вот Как-то Понимаешь Что Ничем Ты не можешь Помочь В данной Ситуации Ты бесполезен Как бы ты не хотел Помочь Чем-то Ты не можешь Ну вот Я написала Эти строчки И Я знаю Что люди Слушают Эту песню И Они хотя бы Сопереживают Задумываются Ну вот Хотя бы Такая моя Помощь Для людей Послушайте Я думаю Что вы поймете О чем я Крик души Спасибо Так больно Господи Так страшно Мир опускается Ко дну Враждой Ненужно И неважно Детей Готовим На войну Путей Попроще Не хотим Друг Другу Ямы Разрывая Все то Что сами Создадим Нам станет Адом Или Раем Ненужно 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 Не спеши Не спеши Опустись Помолись Попрости От души Вспомни Друга И брата И мать И врага Попрости И за них И молитва Тогда Как два белых Крыла Вознесет тебя Ввысь И увидишься Сам То чем Жил И швырял Я прошу Не спеши Опустись Помолись И поймешь С Богом Можно Вернуть Что терял Не жалея Колем Позабыв Обо всех Не боясь Не стыдясь Окружающих В храме Расскажи Богу Все Не скрывая Свой грех Как когда-то Давно Все Рассказывал Маме Бог поймет И простит Бог услышит Крик твой Бог за правду Тебя Никогда Не обидит Ведь отца Всех небес Слышит Даже Глухой И ведь Даже Слепой Рядом С Господом Веди Стартуем Стартуем Вместе Студия Ночное такси Представляет Первый концерт Ирины Эмировой В Санкт-Петербурге 27 февраля Необычная Эклектичная Самодостаточная Ирина Эмирова Поет для вас Свои самые лучшие И новые песни Настоящий шансон Эклектический рок Стилизованная Советская Песенная Классика Все это Песни Ирины Эмировой Равнодушным Не останется Никто Жизнь Человек Жива Россия Жива Земля Только 27 февраля В Санкт-Петербурге Музыкальном клубе А2 Проспект Медиков Дом 3 Ваша встреча С неповторимой Ириной Эмировой Начало В 19 часов Заказ Столиков Плюс 7 812 333 0379 Только на концерте Впервые DVD Ирины Эмировой Для зрителей Старше 12 лет Мы сыграли роль Мы летим на свет Мы летим домой Это программа Стартовая площадка Сегодня впервые У нас в гостях Талантливая Поющая Поэтесса Певица Которая выступает Под именем Настюша Это самые Самые первые Ее треки Мне очень приятно Что они звучат В эфире нашей радиостанции И конечно К сожалению Их мало Это мы уже выяснили Когда встретились Перед входом В нашу студию Всего Три композиции Поэтому Конечно Эфир сегодня Дебютный Для Насти Несколько короче Чем обычно Вообще Для нее было Приготовлено 60 минут Эфира Но говорить Столько времени О музыке Не ставя музыки Невозможно Это музыкальное радио Поэтому Я дорогие друзья Надеюсь Что вы Заметите Наш сегодняшний эфир И в онлайне И на нашем телеканале На ютубе Мы обязательно Позовем Настю еще Я думаю И не один раз Тем более Она будет Участницей нашей Большой съемки 29 февраля Напомню Она будет участвовать Впервые для себя В 15 серии Нашего Большого фильма Который уносит Название Новое и лучшее Мы его снимаем Уже 6 год И вот как раз Дебют с песни Крик души Вот именно С той самой песни Которая сейчас Прозвучала в эфире Нашей радиостанции И будет записан На видео Естественно У меня есть Финальный вопрос Поскольку Мы уходим Всегда На песни И третья песня Естественно Будет уже Звучать В финале программы После того Как Настя мне ответит Мы об этом говорили Перед тем Как вы вошли в студию Я просто хочу Чтобы это прозвучало От вас Что вы действительно Полноценный автор Исполнитель Что кстати Для прекрасной Полной человечества Большая редкость Женщины редко Пишут для себя Стихи и музыку И сами исполняют К сожалению Но если это происходит Это происходит Очень качественно Я вижу Как эти песни звучат Я сам оценил Слушая их До нашего знакомства В интернете Еще не знаю вас лично И на меня тоже Это произвело Правильное впечатление Мне кажется Что вы искренний человек Который пытается Этими стихами Разговаривать с аудиторией И что-то От себя Оторвать Чтобы отдать Этим людям И на самом деле Это очень ценно Потому что Плюс к хорошему Вокалу Это действительно Те стихи Которые Хочется слушать И поэтому Собственно О том Как создаются ваши песни Мой финальный вопрос Вот в нашей Сегодняшней С вами Дебютной программе Как создаются ваши песни И я понимаю Что вы Автор стихов И музыки Вот как этот процесс Для вас Насколько он Для вас Постоянен Насколько он Для вас сложен Насколько Вы готовы К тому Чтобы эти песни Создавать постоянно Потому что Если вести Профессиональную карьеру То ведь вы должны Будете постоянно Готовить тот самый Репертуар Который затем Будет доступен Вашей аудитории Поэтому Как создаются песни Настюша Ну на самом деле Строчки в голове У меня рождаются Могут просто Если я посмотрела Какой-то фильм Который меня Очень впечатлил Я испытала Какие-то эмоции Я очень эмоциональный Человек Я могу Могу Просто Слезы пускать От того Что мне понравится Какая-то мелодия На фортепиано Или там Скрипку какую-нибудь Услышу Также Вот фильм Посмотрела Будет ли он Патриотический Или будет он Романтический Романтичный У меня Какие-то Вызываются Эмоции Естественно Что Нужно много Времени Свободного Так как я работаю У меня мало Времени Поэтому я Мало пишу Но вот При возможности Конечно Вот крик души Я записала Первый куплет После Минска После Славянского базара Один куплет Написала А второй Написала Только через год Потому что Я не могу Написать От того Что надо А вот Я жду Вдохновения Как Любой Писатель Который пишет Сам Вот Толкнула Душу Толкнула Сердце Увидела Эти фотографии Захотелось Мне Покричать Всем Чтобы Ну не делайте Ну не ругайтесь Ну не провоцируйте В ссор между друг другом Вот Тогда рождаются Песни Понятно Ну а На сегодняшний день Каков ваш творческий багаж Сколько Есть стихов Которые могут стать песнями Ну я надеюсь Вот мне помогает Замечательный человек Игорь Латышко Сейчас Я надеюсь Что В этом году У меня Достаточно песен Для альбома Что будет альбом Просто я как бы Не Ну из-за того Что я может быть Скромничала Может быть Потому что я не в себе Не уверена Ну вот когда попадаются Такие люди на пути И они рассматривают В тебе какой-то талант И помогают Вот Владимир Черников Да Черников Он тоже Рассмотрел во мне Талантливого человека И тоже давал Волшебный пендаль Как говорится И вот сейчас Я буду создавать Альбом Я думаю Что Запаса И багажа Хватит То есть на самом деле Материала стоит много Что можно сделать Полноценную пластинку Которая бы звучала Где-то На 12-14 треков Да То есть до 50 минут Да Ну я что хотел сказать Я очень уважаю Игоря Латышко И хорошо знаю его Огромное количество лет Где-то около 20 Он не так давно Кстати На той же съемочной площадке В А2 Где будет записываться вы Записывался у нас В августе 2015 года Мы записывали сразу Три его новые композиции Перед его гастролями Из его нового альбома И ему очень понравилось Как это получилось Я просто Сразу при публике Да Вот камера Микрофона Говорю о том Что мы можем вам предложить Попробовать Сделать И Аранжировку Каких-то вещей у нас Потому что на самом деле Это интересно Именно тем Вот Я так привык работать Что у вас будет Возможность выбора У нас У нас очень хорошие Аранжировщики Люди Которые давно Это делают У нас хороший Оркестр Сессионы Который кстати Будет с вами На съемке Это наши штатные Музыканты Их много И я бы на самом деле Попробовал Потому что Мне очень нравится Этот материал Он вот именно Трогает тем Что это песня Которая будет Жить В сердцах людей То есть Это не Проходное Ну это не Конъюнктура Чтобы отыграть Какой-то конкретный Отрезок времени И с этим Можно было выступать Это песня Которая Действительно Создана человеком Который хочет Что-то от себя Отдать людям Поэтому Я с удовольствием Через какое-то время Просто говорю Что я Безуси Что сделать Познакомлю вас С нашими Аранжировщиками С нашими возможностями Как мы это делаем И я думаю Что если Делать альбом В Петербурге Где я так понимаю Вы поселились сейчас То можно было бы Вполне Часть вещей Сделать у Игоря Потому что Мы совершенно По-разному делаем музыку Его музыка Она Более Эстрадирована А то что делаем мы Это более традиционная Авторская песня С элементами Конечно Современной эстрады Это понятно Потому что Современное оборудование И все прочее Но это Разная стилистика Аранжировки А поскольку Эта песня Очень наша Очень студеночный такси То мне бы хотелось Что у вас просто Была возможность Попробовать Сделать это С разными творческими людьми Тем более что И студия Игоря Очень хороша И мы Занимаемся своим делом Как я вам сообщил Уже более 30 лет Поэтому Это просто такой будет Выбор Который должен быть У каждого творческого человека И конечно Я бы с радостью Издал такой альбом Я специально подарил вам Много-много свежей продукции На которой Светмаркировка 15-16 год Что это вот Все вот сейчас И много женских альбомов Мы издали За 15-й год И певицы приезжали к нам И из Латвии Из Риги Приезжал Наташа Галич Известная там Русская певица Приезжали к нам Из Америки И Несса Данишевская Из Чикаго И русский парень Феликс Луцкий Тоже кстати из Америки И вместе они пели дуэт Уже познакомившись На нашей съемочной площадке В 14-м году Что вообще невероятно смешно То есть ехали из разных мест И подружились здесь в Питере Прилетив из океана У нас записывается Очень хорошая певица Из Германии Ирина Каспер И я просто думаю Что мы умеем делать женскую музыку А ваша Она очень личностная Поэтому если Благодаря Володе Чернякову Вы познакомились Со всеми нами Потому что я считаю Это именно такое Правильное для вас знакомство Потому что в конце концов Вы просто должны выбрать Раз вы сама автор Вы не ищете репертуар Вы ищете тех Кто сможет хорошо Сделать То что вы можете создать Поэтому я собственно Предлагаю вам И наши возможности Для этого И тем более Когда все это будет сделано Потому что на производство Аудиоальбома Конечно уходит много времени Мы собственно Мы сдадим такой альбом И я уверен Что это будет нужно И вам И в первую очередь Конечно вашей аудитории Которой мы постараемся Создать посредством Всей этой работы Потому что я уверен Что такие песни Они нужны людям Потому что это действительно Песни очень искренние Личностные И песни со смыслом Вот это вот мой взгляд Относительно Вот первого нашего С вами знакомства Того что я слушал До того как мы пригласили Вас в нашу студию И я рад что все это Состоялось вот так вот быстро Что это действительно Вызвало у вас интерес Вы посмотрели Что мы умеем делать И нам очень понравилось То что делаете вы Спасибо Не очень верно Я благодарен вам За приход к нам Но у нас остался К сожалению один трек Поэтому как раз И получится эфир Чуть более получас Как я вам обещал Поэтому моя просьба какая Скажите Что за композиция будет В сценарию Программа Стартная площадка То естественно Мы сначала ее представим Попрощаемся И затем мы будем Все это слушать С вами вместе Еще раз хочу Всех вас Поблагодарить За то что Вы сегодня со мной И попросить прощения Немножечко за то Что сегодня Звучат Не готовые еще треки Но вот Это мои самые первые записи Которые немножко Не доделаны Не профессионально Но я надеюсь Что скоро Тема неинтересна Скоро вы все услышите В более расширенном виде И последнюю песню Я завершающую песню Я оставила Такую Позитивную Шуточную Эта песня Родилась у меня В поезде Когда я ехала Со своими друзьями И Немножко себе Дала Такой 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 отчет Что У меня Среди моих подруг Уже Из четырех Трое Кавказцы Мужья И вот Они их возят И просто забирают Наших девушек Увозят Наглым образом И вот Такой Отпор Родился У меня Кавказским ребятам Что Нет Это не мы попадаем А вы попадаете И вот Послушайте пожалуйста Ясно И в финале Сегодняшней Нашей с вами Первой встречи Вопрос Которым всегда Завершается Наша программа Этот вопрос Прекрасно Задать мой сын Он уже Приготовился Аркадий Аркадий Он Застеснялся Застеснялся Ну хорошо Этот вопрос Даст папа Обычно Кстати на самом деле В стартовой площадке Этот вопрос Всегда задает мой сынок Но сегодня Мы поблагодарим Его за хорошую работу За пультом А вопрос Тогда даст папа Вопрос Который я не считаю Банальным Но вопрос Который я считаю Важным Конечно же В первую очередь Для нашей с вами Аудитории Ваше Сегодняшнее Сиюминутное Незаданное Пожелание Тем людям Которые нас смотрят Почему этот вопрос В особенности актуален Для работы на ютюбе Мы идем сейчас На двух трактах Ну один тракт онлайн Это нигде не останется Кроме как Что называется Цифровая волна Которая прошла Кто-то может быть Записывает на свой компьютер Но это идет С наших порталов Именно Как онлайновая программа На радиостанции Шансон 24 А вот Для ютюба Мы работаем в записи И это останется там навсегда Как устроен ютюб Это система Которая уносит название По-английски Видео Демайн Наверняка Вы знаете Что это такое Как современная Молодая женщина То есть это видео По запросу И вот Ваши поклонники Сейчас через Не знаю Год Два Три Пять Десять Двадцать лет Будут искать Где Настюша Кликнут И увидят Нашу уютную студию В Санкт-Петербурге То есть по запросу И финал Программа Всегда Вопрос Именно пожелания Тем людям Подчеркиваю Незадные Специально начальник Говорил Что я об этом спрошу Которые это Будут смотреть Как впервые То есть И каждый раз Для этих людей Ваше пожелание Будет казаться Новым Поэтому в финале Перед тем Как мы будем слушать Ту композицию Которую вы анонсировали Конечно мне очень важно Чтобы вы обратились К нашей аудитории Вот с тем Что вас сегодня на душе Мне хочется пожелать Всем конечно же Полного Удовлетворения От Происходящего вокруг Добра Вам Тепла Мирного неба Над головой В данной Ситуации В нашей стране И конечно же Дарите друг другу Больше Улыбок Больше Внимания Счастья Спасибо В гостях в программе Стартовая площадка На радиостанции Шансон 24 На телеканале Ночное такси На ютьюб Сегодня побывала Певица И автор Собственных поведений Настюша Я очень рад Что эта встреча Состоялась Конечно же Прощаюсь Дорогие друзья До завтра Завтра в программе Ночное такси В первом часе Будет талантливый автор Испонтролица Санкт-Петербурга Зовут его Сергей Прищепа Наша студия дважды Издавала его компакт-диски И вот я пригласил его В эфир Нашей программы После достаточно Большого промежутка После прошлого интервью Поэтому завтра В первом часе Ночного такси То есть с 22 до 23 часов Вас ожидает Встреча с Сергеем Прищепой И конечно же Дорогие друзья Слушайте нас И оставайтесь С нами Я прощаюсь с вами До завтра Еще раз благодарю Конечно же Настю Благодарю ее За то что она Выбрала время И конечно же Прощаюсь с ней Совсем ненадолго До 29 февраля Когда мы Впервые Для нее Будем снимать Ее в наших Больших Картинах И конечно же В финале программы Тот самый Третий финальный трек Который певица Уже анонсировала Слушаем Глазами карими Красивыми Меня заворожил Обезоружил Мою душу Теплотою Окружил Заколдовал Проникни в сердце Сон спокойный Отобрал Хочу сказать тебе Одно лишь Знаешь пупсик Ты попал Короче Мой милый мальчик Я еду в нальчик Развинь ворота Любви охота Тебя сворую И зацелую Я знаю сложно Любить такую Мой милый мальчик Мой милый мальчик Я еду в нальчик Я еду в нальчик И зацелую И зацелую Я знаю сложно Любить такую Мой милый мальчик Короче Короче Мой милый мальчик Я еду в нальчик Я еду в нальчик Развинь ворота Любви охота Тебя сворую И зацелую Я знаю сложно Любить такую Мой милый мальчик Я еду в нальчик Развинь ворота Любви охота Тебя сворую И зацелую Я знаю сложно Любить такую Мой милый мальчик Родвинь ворота Глазами карими, красивыми меня заворожил Обезоружил мою душу, теплотою окружил Заколдовал, проникнет сердце, сон спокойный отобрал Хочу сказать тебе одно лишь Знаешь, Пупсик, ты попал Студия «Ночной такси» представляет программу «Стартовая площадка» Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Студия «Ночной такси» представляет Первый концерт Ирины Эмировой в Санкт-Петербурге 27 февраля необычная, эклектичная, самодостаточная Ирина Эмирова Поет для вас свои самые лучшие и новые песни Настоящий шансон, эклектический рок, стилизованная советская песенная классика Все это песни Ирины Эмировой Равнодушным не останется никто Жив человек! Жива Россия! Жива земля! Только 27 февраля в Санкт-Петербурге Музыкальном клубе А2, проспект Медиков, дом 3 Ваша встреча с неповторимой Ириной Эмировой Начало в 19 часов Заказ столиков Плюс 7, 812, 333, 03, 79 Только на концерте впервые DVD Ирины Эмировой Для зрителей старше 12 лет Мы сыграли роль Мы летим на свет Мы летим домой Мы летим домой